Ключевым решением саммита стало размещение в Польше и Прибалтике дополнительных четырех батальонов, сменяющихся на постоянной основе. С помощью этой казуистической формулировки Альянс, как он себе это представляет, обошел действовавшие ранее договоренности о ненаращивании сил на восточном направлении. Реакцию нашей страны дипломатично, но жестко озвучила глава МИД Владимир Макей. Мы не приветствуем размещение дополнительных войских контингентов на территории наших соседних стран. Мы можем понять логику наших партнеров, почему они это предпринимают, хотя не поддерживаем эти шаги. Мы не рассматриваем это как прямую угрозу нашей безопасности, мы рассматриваем это как определенные вызовы в военной сфере, на которые мы должны тоже каким-то образом отреагировать. Тем самым мы однозначно, но без ажитации и агрессии, дали понять партнерам, что прекрасно помним, как НАТО уже использовало двусмысленность юридических и дипломатических конструкций. Чтобы сказать одно, а сделать совсем другое. О новом варшавском договоре, который полностью противоречит старому. Глеб Лавров. В первых числах декабря 89-го, в погоду ненастную, холодную и ветреную, на рейде Мальты, на борту лайнера Максим Горький, Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший провели переговоры, которые, если верить западной историографии, завершили холодную войну. Подписанных документов там, однако же, не было, но... 9 февраля 90-го, в холодной, заснеженной Москве, тогдашний госсекретарь США и участник Мальтийского саммита Джеймс Бейкер советскому лидеру обещал, юрисдикция НАТО не распространится на восток, не на день. 10-го, это же подтвердил глава МИД Германии Гансдитрия Генши. Как сегодня отмечают западные эксперты, речь тогда шла только о территории бывших ГДР, но... Профессор политологии Кенского университета, британец Ричард Саква, пишет. Все участники понимали, что расширение НАТО на территорию бывшего советского блока, Варшавского договора, немыслимо. С моральной точки зрения намерение было очевидным. Впрочем, очевидно, имеет нездоровую тенденцию часто являться заодно и невероятным. И после распада Советского Союза НАТО расширился на восток. Атлантический альянс стоял и за бомбардировками Европейской Югославии. Миссия блока в Афганистане продолжается и сейчас. А потом были еще и ПРО, и Ливия, и маневры у самой границы. И эти этапы большого пути трансатлантического колосса совсем не то, что на Западе именуют топ-сикрет. Наоборот, шаг за шагом на восток они перечислены. Например, на официальном сайте НАТО, в программной статье «Мифы и реалии» аналитика Майкла Рюля. Можно полюбопытствовать, если есть желание. А еще при желании в этом же тексте можно найти следующий пассаж. Расширение НАТО, равно как и расширение ЕС, задумано как проект объединения континента. И в силу этого у него нет конечной точки. То есть, как в песне. Есть у революции начало, ну и далее по тексту. Мы все согласны, что надо усилить военное присутствие Альянса на восточном направлении. А это уже не то, чтобы очень холодный, но дождливый. Июль 16-го. Наши дни, так сказать. В варшавском аэропорту имени Шопена звучат барабаны войны. При исключительных мерах безопасности полгорода парализована, часть улиц перекрыта. Лидеры более чем десятка стран чахнут над повесткой. Официально там бюджет, Афганистан, Ирак, ИГИЛ, беженцы, работа с ЕС и чуть-чуть о переменах на Восточном фронте. Неофициально, но очевидно, саммит призван в очередной раз распространить юрисдикцию НАТО дальше, чем ранее. И вовсе не на один день. Мы ожидали, что НАТО примет положительное решение по увеличению концентрации своих сил на восточном фланге. Речь идет о приблизительно четырех тысячах военных, сменяющих друг друга в странах Балтии и Польши на постоянной основе. И вновь, как 27 лет назад стратеги Альянса подготовили себе возможность сказать в будущем, нас не так поняли, не услышали. Потому что, с одной стороны, речь идет о временном размещении дополнительных, нарушающих прежние договоры сил блока. Но это временное присутствие отныне уже точно будет постоянным. И точно так же подписанный между НАТО и Евросоюзом документ о совместных усилиях по борьбе с экстремизмом, терроризмом и в вопросах миграции, это документ, по которому Генералитет Альянса получит, вернее уже получил, возможность управлять национальными армиями даже нейтральных государствах ЕС. Пока. Пока только для решения общеевропейских, злободневных гуманитарных задач. Но это пока. Мы ведь пока помним, что у расширения НАТО конечной точки нет. И вот в этой ситуации, когда наши соседи, Прибалтика и Польша, уже являются рекордсменами своего блока по наращиванию военных бюджетов, от 10 до 60% в прошлом году, нам не остается ничего иного, как заводить свой полонез. Просто чтобы не слушать музыку, которая фоном играет в эти дождливые дни в варшавском аэропорту Шопена. Нам надо быть собой, Белоруссию, которая помнит свое прошлое, чтобы в будущем оставаться толерантным и уважаемым партнером по диалогу, без всяких там посредников. Нам надо быть во всеоружии, чтобы к нам, как уже бывало, приходили договариваться об отведении оружия. И нам надо быть сильным, просто чтобы оставаться мирными. В мире, где есть НАТО, так надо. Глеб Лавров о мире после нового Варшавского договора.